МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит. Определить точно, когда дикие кошки стали домашними, трудно. Когда еще древние люди были охотниками и собирателями, эти хищные зверьки держались от них на почтительном расстоянии, хотя с любопытством за ними наблюдали. Со временем, когда люди окончательно осели, кошки стали приближаться к человеческому жилищу. Сначала осторожно, а потом все более и более бесцеремонно. Много воды утекло с тех пор. Мы привыкли к кошкам, а они к нам. И, казалось бы, какие еще сюрпризы может преподнести нам природа? А нет. Люди открывают для себя все новых и новых представителей семейства кошачьих. Сегодня мы вам расскажем о породе, которая появилась сравнительно недавно, но уже успела завоевать признание и любовь. Дикие кошки-рыболовы. Как и почему они стали жить с человеком? Так ли важен для кошки длинный хвост? Или в качестве руля и балансира вполне подойдет хвостик-помпон? Какое отношение имеют метелка, пенек и спиралька к семейству кошачьих? И, наконец, выясняем, почему молоко не всем кошкам одинаково полезно. Согласитесь, кошка без хвоста выглядит по меньшей мере странно. Увидишь впервые такое чудо и невольно задашься вопросами, которые требуют немедленного объяснения. Ну что ж, не будем тянуть кота за хвост, которого, в общем-то, у него и нет почти. А выясним все прямо сейчас. На самом деле, хвосты у этих кошек есть, но такие крохотные, что их сразу и не разглядишь. Вообще-то, короткохвостые кошки известны в мире давно. Это японские, тайские и карельские бобтейлы. Но сегодня мы вам расскажем о бобтейлах курильских, сравнительно новой породе, появившейся в России. То, что на курилах и сахалине обитают безхвостые кошки, знали давно. Военные и геологи, возвращаясь из экспедиции и командировок домой на Большую Землю, привозили с собой забавных короткохвостых котов. Но, как и пародия о курильских бобтейлах, никто в ту пору разговора не вел. Внимание на них обратили только в 80-е годы прошлого века. Показали международным экспертам, и кучка энтузиастов взялась за разведение этих странных и очень красивых животных. На конец 21 октября 1991 года Советская Филинологическая Федерация вводит первый стандарт курильских бобтейлов. В 1995 году стандарт курильского бобтейла приняла организация ВЦФ. Волна интереса к русским короткохвостым кошкам прокатилась по всей Европе. Победы на выставках Чехии, Польши, Германии и Италии говорят сами за себя. В 2001 году на Координационном совещании филинологических объединений клубов СНГ был уточнен и утвержден современный стандарт курильского бобтейла. А в 2004 году Международная Европейская Федерация Разведения Кошек признала породу курильский бобтейл и присвоила ей чемпионский статус. Популярность бобтейлов в России набирает обороты день ото дня. Впрочем, пока назвать эту породу распространенной нельзя. И, думается, на ее изучение уйдет еще немало времени. Скажем сразу, курильские бобтейлы или попросту курилы бывают полудлинношерстными и короткошерстными. Это некрупная, сильная и вместе с тем очень грациозная кошка. Круп ее приподнят и увенчан забавным хвостом-помпоном длиной от 4 до 13 сантиметров. Тело кажется немного квадратным. Конечности крепкие и пропорциональные. Задние заметно длиннее передних. Подушечки лап круглые. Шерсть блестящая, твердая, с богатым подшерстком. Голова у курильского бобтейла небольшая, треугольная. Лоб плоский, с едва заметным переходом к прямому носу. Скулы высокие, щеки плоские. Морда узкая, с заметными подушечками под усы. Подбородок сильный и узкий. Глаза средней величины овальные, косо поставленные. Цвет в соответствии с окрасом представлен всеми оттенками желтого и зеленого. Уши большие или среднего размера. Поставлены высоко и прямо. Если смотреть на курильского бобтейла спереди, это вроде как кошка. А если сзади, самый настоящий заяц. Тот же хвост помпончиком, те же длинные задние ноги характерной заячьей формы. Ну а если взглянуть сбоку, перед нами рысь, только немного уменьшенная. Что касается окрасов, принимается все разнообразие цветов, которые способна создать природа-матушка. За редким исключением. Акрасы допускаются различные, кроме, значит, колорпойнтовых, лиловых, шоколадных и кремовых. То есть это обычно сиамские окрасы. То есть они запрещены. Поскольку окрасов много, говорить о том, какое встречается чаще, а какое реже, трудно. Однако замечено, что довольно много, например, черепаховых кошек. А вот животных с диким окрасом надо еще поискать. У дикого окраса, то есть считается, он еще считается камушевый кот. То есть это черный окрас, серый под шерсточек. Бывают как бы с белым лапочкой. Ну вот, обязательно морда должна быть рыженькой. То есть вот у него должны задатки быть рыжей здесь. Мордачка рыжая. Значит, и штанишки рыжие. То есть можно его, конечно, показать. Гриш. Вот. Вот если смотреть. Ну извини меня, пожалуйста. Видите, вот здесь рыженькая он показывает. То есть, ну, как правило, это если смотреть по всем животным, как правило, у всех это есть. Шерсть у бабтейлов роскошная, густая. По длине она примерно такая же, как у сибирской кошки. Как мы уже говорили, существующий стандарт признает две вариации породы. С короткой шерстью и более длинной. К примеру, у отдельных выдающихся экземпляров штанишки и воротник ничем не уступают попышности штанишкам и воротникам персидских кошек. Чисто внешне они отличаются от всех кошек, потому что это как маленькие рыси. Вот у них же задние лапы длиннее передних. Идет, у них походка совершенно отличается. То есть идет такой перевалочный такой этот, переваливаются у них задние вот эти вот лапочки. Поэтому они отличаются. Шубка у них очень отличается, потому что на этих вот именно островах суровый климат. И у них, в общем-то, действительно шерсть своеобразная. У них нет такого сброса шерсти, как вот у обычных у наших кошек. Вот этого вот у них нет. Действительно, особенность шерстки бабтейлов не в ее длине, а в своеобразной структуре. Суровые природные условия не позволяли предкам современных курильцев уделять много внимания уходу за шубкой. Потому их шерсть на редкость практична. Она не сваливается благодаря более жесткому и длинному покровному волосу. Практически не пачкается и не линяет. И это, кстати, очень нравится хозяевам курильских бабтейлов. Если владельцы персидских кошек хорошо знают, какие неудобства доставляет роскошная шерсть их любимцев, то бабтейлы более или менее заметно линяют только тогда, когда меняют детский мех на взрослый. Ну, еще принято говорить, что курилы как бы не линяют. То есть первая линька у них идет где-то после 6 месяцев. Ну, вот, слазит их детский окрас, они становятся более ярче. Ну, вот, и после, как говорится, шерсти не должно быть. Ну, как правило, я говорю, что все зависит от питания, от состояния животного. Если есть какие-то стрессы, то, естественно, животное выклиняется, даже независимости, там, курил, не курил, то есть любая порода. Ну, о правильном питании бабтейлов поговорим позже. А пока продолжим знакомиться с их несравненной красотой и радоваться удобству их содержания. Дело в том, что помимо чудесной, не сбивающейся в колтуны шерсти, у курильских бабтейлов есть еще одно неоспоримое достоинство. Они не имеют запаха. Быть может, это того, что еще совсем недавно они жили в лесах и сами добывали себе пищу. Ведь иметь запах для хищников значит выдать себя жертве. Но факт остается фактом. Если вы зайдете в квартиру, где обитают 5-6 бабтейлов, ваше обоняние не пострадает. Но главное достоинство наших отечественных бабтейлов, конечно, хвосты. О том, как появились эти забавные помпоны, говорят разное. Есть версии совсем уж абсурдные. Дина, я вот слышала, что котятам, когда они рождаются, специально хвост отрубают. Правда? Конечно, нет. Да и в самом деле, курильский бабтейл – это вам не спаниель, которому купируют хвостик в раннем детстве. Курилы рождаются на свет куцехвостами. Но ведь это только добавляет им очарование. Однако все же непонятно, как они обходятся без полноценного хвоста, руля и балансиру любой нормальной кошки. Господь обидел или природа неудачно пошутила. Но факт остается фактом. Потешный помпон вместо длинного хвоста – визитная карточка бабтейла. И вот уж где простор для фантазии. Каждый отдельно взятый хвост достоин того, чтобы остаться в истории. Вы никогда не встретите двух похожих хвостиков. Они, как отпечаток пальца или рисунок радужки глаза, всегда индивидуальны. Поначалу кажется, что хвоста у бабтейла нет вовсе. Но при ближайшем рассмотрении он все же оказывается там, где ему и положено быть – маленький и едва заметный под шерстью. Требования к нему предъявляются самые жесткие. Во-первых, как уже говорилось, длиной он должен быть от 4 до 13 сантиметров. Это если мысленно распрямить закорючку, гордо именуемую у бабтейлов хвостом. Как это удается измерять судьям на выставках, одному богу известно. Еще одна немаловажная деталь. Чем больше на хвосте этих самых закорючек и изломов, тем он считается совершеннее и приближеннее к стандарту. Убедиться в наличии неровностей можно только хорошенько прощупав хвостик. Несмотря на очевидное разнообразие хвостов у курильских бабтылов, заводчики выделили несколько их типов, любовно дав им название. Вот самые распространенные из них. Вот хвостик, это пенечек, как бы пеньком. То есть вот таких вот закруточек на хвостике как бы не видно. Вот он как пенечек такой вот вид. Вот у этой девочки, вот у этой девочки, ну у нее, так сказать, можно сказать, спиралечкой. Вот он загнутый здесь. Не видно, потому что у них вот эта вот естественная шерсть. А когда начинаешь трогать хвостики, только тогда начинаешь определять. Потому что иначе их не определишь и не поймешь, что там за хвостик. Потому что там их несколько заломов, несколько закруток. И все это только так, как вот судьи определяют сразу курила, только именно по хвостику. Еще существует хвост метелка. Он состоит из 5-10 позвонков. Его видимая длина от 5 до 15 сантиметров. Встречается вариант так называемого отодвинутого бабтейла, когда обычный прямой стебель хвоста дополняется несколькими изломами, неподвижными сращениями позвонков. Особо красивым это назвать нельзя. Но сам по себе курильский бабтейл вызывает восхищение, очень быстро переходящее в любовь. Курильские бабтейлы сочетают в себе независимость и очарование дикого зверя с необыкновенной преданностью домашней кошки. В детстве они отличаются любознательностью, граничащей с любопытством, и огромной потребностью в общении. Впрочем, последнее качество сохраняется на протяжении всей их жизни. И если вы не готовы вести со своим пушистым другом долгие задушевные беседы, лучше подберите себе животное другой породы. Я бы посоветовала, прежде всего, подумать, потому что они, кошки, коты, очень общительны этой породы. То есть они требуют к себе внимания. Это обязательно. Если человек не готов уделять внимание животному, то животное будет тогда страдать. Поэтому, если человек готов к общению, при том общению ежедневному, то это будет очень хороший друг, я бы сказала, партнер, потому что он всегда с человеком, что бы человек ни делал, он к нему придет и будет смотреть и сопровождать его во всех каких-то делах. Это не та кошка, которая гуляет сама по себе. Пока Дина рассказывала мне о необыкновенной любви курильских бобтейлов к человеку, котята подтверждали слова хозяйки на деле. Я в полной мере ощутила на себе их страсть к общению. Сколько у меня там котят? Два, три? Два. Вы знаете, не очень удобно, но зато тепло. Живой воротник, да? Да, это бобутники. От природы курильские бобтейлы отличные охотники и рыболовы. Выносливые и сильные. И характер у них такой же, сильный и волевой. Особенно у особей дикого окраса. По наблюдениям заводчиков, среди курильских бобтейлов они самые независимые и своенравные. А еще хозяева курильских бобтейлов отмечают необыкновенный интеллект этих кошек и легкую обучаемость. Говорят, они поддаются дрессировке не хуже собак. Прекрасно понимают апорт. Они вот, как говорится, дрессируются прекрасно. То есть эта порода вообще... Ну, умницы, конечно, необыкновенные. То есть умницы просто поразительные. Они носят в зубах вот игрушки. Они вот даже вот котятам вот рожденным все несут игрушки. То есть это вот у них, так сказать, совершенно спокойно. В дикой природе эти кошки живут стаями. Да и в городской квартире курилам нравится находиться в обществе сородичей. Поэтому замечательно, если вы заведете несколько питомцев. Со всеми уживутся и найдут общий язык. Такие уж они уникальные, покладистые и скромные. Причем как друг с другом, так и с людьми. Ну, покажи, какой ты красивый. Покажи, да, ты такой пушистик. Не покажешь? И глазки не покажешь? И ушки? Да, маленькие. Не хочет. Начинается. Интересны семейные и клановые взаимоотношения курилов. Трогательно внимательные отцы ухаживают за котятами не хуже родной матери. Очень важно для курильского бобтейла присутствие рядом хозяина. Это настоящее счастье и блаженство. Однако, чтобы общение приносило такую же радость и вам, запомните одно важное правило. У курилов есть одна особенность. То есть они очень хорошие компаньоны. Они не агрессивны. То есть их часто берут детям, потому что они очень хорошие охранники. Значит, здесь есть два условия. То есть либо кот должен выбрать вас в приоритете, то есть он должен быть главный, либо идти с ним наравне. Если кот будет, как сказать, хозяином, чувствовать себя в доме, то он начинает метить, значит, начинает, ну, как говорится, пакостить. Ну а уж если достигнете гармонии и понимания со своим питомцем, будет вам радость. Эта кошка станет по-настоящему вашей и только вашей. Аккуратные и осторожные курилы редко идут на руки к чужим. Они сами выбирают себе хозяина и остаются верны ему всю жизнь. Вы можете ими любоваться, восхищаться, но подчинить себе кошку, чье сердце отдано другому человеку, не сумеете. Как уже говорилось, шерстка у курильских бобтейлов уникальна. Независимо от длины, не спутывается, не сбивается, не пачкается. Чудо, а не шубка. Но если вам все же хочется поухаживать за вашим любимцем, ради бога, можете его и вычесать, и вымыть. Правда, расческу он будет воспринимать скорее как игрушку, а сам процесс колдовства над его шубкой как приятный массаж. Что до купания, то тут ваш кот тоже вряд ли начнет протестовать. От природы курилы неплохие пловцы. Рыбу-то как-то надо было добывать. И воду они скорее любят. Так что устраивайте им водные процедуры на здоровье. Благодаря природному уму курильские бобтейлы практически сразу привыкают к лотку. А еще бобтейл – лучший прыгун среди всех домашних кошек и легко берет высоту, недоступную обычным муркам. Но из этого вовсе не следует, что ваши шикарные гардины нужно срочно убирать в шкаф. Курилы очень четко понимают, что им можно, а что нет. Просто воспользуйтесь советами опытных владельцев и подарите своему любимцу столбик из нескольких секций с лежаками для отдыха. Похоже, единственный пункт, где хозяевам бобтейлов следует проявить осторожность – это питание. Оно должно быть качественным и сбалансированным. Если это искусственная корма, то только профессиональные, премиум-классом. Если натуральная пища, тут, пожалуй, нужно быть еще внимательней. Кормить курилы можно тем, что он теоретически мог бы добыть себе сам в естественных условиях. Рыбкой, например. Особенно морской. По словам заводчиков, курильский бобтейл за нее душу продаст. Курилы, они едят все, кроме картошки. Естественно, нельзя давать мясо свинины, телятины, то есть говядина в любом виде, мясо птицы в любом виде, то есть кролика, то, что он может поймать. То есть я говорю, что они и морковку едят, и капусту едят. При этом, я говорю, не испытывают никакого дистафорта. Но есть еще у них одна особенность. Вот именно эта порода, она, значит, как бы ей нельзя давать молочный продукт. У них расположен так кишечник, что у них может быть отравление. Так что творожок, кефирчик, сметанка, все это приберегите для себя. Если, конечно, не желаете мучений своему любимцу. Что человеку хорошо, кошке иногда во вред. И еще, если решили кормить курила натуральной пищей, ей и кормите. Если выбрали корма, оставайтесь верными им. Сочетание натуральной и искусственной пищи в данном случае плохое решение. Есть свои врачи, которые определенно говорят, что если совмещать натуральную пищу и сухие корма, то, естественно, это не лучшим образом сказывается на животных. Во-первых, у них, естественно, нарушается белковый, жировой, углеводный процесс. Поэтому это не очень хорошо для животного. Вы его будете все время лечить. Ну и раз уж мы говорим о куцехвостых кошках. Вполне закономерно возникает вопрос, а нужно ли ухаживать за этим маленьким хвостиком? Нет, этот хвост, разве что его дверью не причинит. Ни ухода это не требует, никакого особого поведения нет у кошек, никаких проблем нет. Просто нет хвоста. И все. Ну, вернее, он маленький, аккуратненький. Очень такой смешной. Удивляет крепкое здоровье и жизненная сила кошек этой породы. Простуды, насморки и прочие болячки им почти не знакомы. Хотя в городах инфекционную кошачью пакость подцепить можно. Так что прививки своим питомцам все же сделайте. Курильский бобтейл Курильский бобтейл это жизнестойкость, отсутствие агрессивности, сильный иммунитет, любознательность, природный ум. Это преданное, ловкое, общительное животное, обладающее хорошо развитым интеллектом. Именно эти качества актуальны при выборе друга. Продолжение следует... Большинство животных и домашненных человеком были приручены потому, что приносили реальную пользу. Одни служили человеку пищей, другие помогали охотиться. А вот что касается кошки, то человек, видимо, оказался полезен ей, и она сама связала с ним свою судьбу. Прожив с людьми тысячелетия, самое загадочное из всех домашних животных сохранило очаровательную дикость и независимость. Но несмотря на это, трудно найти друга преданнее, чем кошка. Тот, у кого дома живет этот замечательный зверек, точно со мной согласится. Это была программа «Кошачий алфавит». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин